Я здесь буду рассказывать про такую немножко техническую, организационную сторону вопроса. Вообще я не правозащитник, скорее это мое выражение гражданской позиции. Я верю в то, что в Беларуси очень много людей, которые могут принести пользу другим белорусам, просто подключившись к волонтерским активностям. Из моей области интересов это анализ данных, поэтому я когда увидел активность, которую Human Constant как организации, в частности Леша и Яна, развивают, я решил подключиться, потому что видел, что у них в основном такие юридические компетенции, а вот технических не хватало. И моя роль сегодня действительно будет в том, чтобы после того, как Леша расскажет про юридическую сторону вопроса, рассказать, чего мы уже добились и достигли. Поэтому, да, мне интересно посмотреть, до кого мы сегодня рассказываем. Ну и в целом моя роль в этом проекте скорее такая конституционная, и я пытаюсь привлечь свой нетворкинг к решению вот этой проблемы. Наверное, все. Леша, пожалуйста. Леша, ты замьючен сейчас, ты очень красиво вещаешь, но... Да, ну, может быть, кто-нибудь по губам читает. Спасибо, Сергей, спасибо, Яна. В общем, всем привет. Меня зовут Алексей Козлюк, я из команды Human Constant, я юрист и правозащитник. Я совершенно ничего не понимаю, ну, может быть, чуть-чуть в каких-то технических аспектах, да, но у меня есть определенное представление, что там можно, что нельзя по закону, по международному праву и вообще на что мы можем рассчитывать и какие риски для нас несут и шатдауны, и блокировки. И я вот, собственно, в первую очередь об этом буду говорить сегодня, потому что мы подступались к этой теме давно с разных сторон, но нам всегда не хватало скорее каких-то технических компетенций, и очень здорово, что сейчас к нам подключаются больше и больше людей, неравнодушных к этой проблеме, и у нас есть шанс наконец-то запустить полномасштабный мониторинг и действия, которые направлены вот на, ну, против блокировок и против шатдаунов. Я уже, в принципе, могу начать, да, про какие-то, условно, вот такие вот юридические и вещи, которые связаны с целями нашими. Леш, если можно, пару слов о том, что такое Human Constant, чтобы люди понимали, потому что не все, наверное, знают, что это. Расскажи про самоорганизацию, чем вы занимаетесь. А, это да, это очень хороший вопрос, потому что, действительно, я здесь вижу большинство людей, с которыми вообще не знаком. И, скорее всего, они о нас не знают. Human Constant — это правозащитная организация. Мы зарегистрировались в 2016 году, то есть это команда, которая занимается несколькими вопросами, начиная от прав беженцев, лист безгражданства, иностранных граждан, антидискриминации, ну, вот, собственно, заканчивая вопросами цифровых прав. Все, что касается наших прав человека в интернете и вообще прав человека, связанных с технологиями, то, как технологии влияют на права человека, мы вот всем этим пытаемся заниматься с разной, как-то с разной интенсивностью и успешностью. Ну, в частности, мы работаем с законодательством, там, законодательство о персональных данных, законодательство о доступе к информации. Ну вот, и мы очень много работаем с просвещением, то есть мы рассказываем людям о том, собственно, что нас ждет в нашем скором будущем, которое будет полно технологий, и когда нарушения прав человека полностью перейдут в онлайн. И оказалось, что, в общем, права человека в онлайне все так же важны, как и в оффлайне, то есть где-то у нас разгоняют демонстрацию, а где-то у нас выключают интернет, а по последствиям это примерно одно и то же. Ну вот, химон константа — это примерно про это, то есть это про исследования, про просветительские мероприятия и про адвокацию, то есть влияние на ситуацию, попытка поменять что-то, либо законы, либо правоприменение. Вот как-то так. Круто. Давайте напомним правила тем, кто вот у нас человек 5-7 присоединилась сейчас. Мы стримим сейчас на Facebook, будем писать видео, ну и пишем видео, будем это выкладывать. Поэтому, ну а то, что вы напишете в чат, на видео не будет. Так что вы можете задавать вопросы в чате. Если не хотите никак светиться, то можете написать мне, например, в личку вопросы какие-то, я их буду озвучивать, кто спрашивает. Да? Может быть, сейчас какие-то вопросы у кого-то есть? Как мы построим нашу беседу сегодня? Мы минут за 20-25, наверное, расскажем то, что мы хотим рассказать, и потом будем отвечать на ваши вопросы и перейдем в такой режим дискуссии. Если будут вопросы, вы можете поднимать руку либо задавать их в чате, а мы будем их видеть и на них отвечать. Да, все так, и я думаю, что, Алексей, наверное, ты начнешь. Да, давайте попробую. Ну, собственно, для чего мы это все делаем? Ну, так я могу рассказать даже лично свою мотивацию. То есть я вообще с правами человека работаю с 2010 года. И много работал, в том числе, с вопросами международного адвокатирования, то, как международные организации реагируют на ситуацию с правами человека в Беларуси. И, конечно, в большинстве своем это были вопросы оффлайновых прав. То есть свобода слова, газеты, может быть, где-то сайты и прочее. То есть то, что можно пощупать, потрогать и так далее. То есть до сих пор, в принципе, у нас очень мало внимания уделяют тому, что происходит с нашими правами в онлайне. И в том числе потому, что это очень сложно донести. Ну, во-первых, не так много людей понимают, то есть как это все работает и где там есть нарушения. А во-вторых, эти нарушения сложно зафиксировать. То есть когда мы видим где-нибудь на стримах, что задерживают людей, с этим все понятно. А когда мы видим, что у нас по телефону вдруг полоска там связи какая-то странно себя ведет, и мы не можем зайти на любимый сайт, что это технический сбой или это какое-то намеренное действие, это вот остается открытым вопросом и до сих пор остается. То есть то, что мы видели, например, 19 июня, вот мы попытались как-то расследовать этот случай, но опять же слишком много белых пятен, и мы поняли, что нам точно нужна в этом помощь. То есть наша идея в том, чтобы влиять... Ну, наша идея в том, чтобы белорусский интернет не превратился в северокорейский интернет. За счет того, что вдруг он будет выключаться и включаться в определенные моменты. То есть когда нам нужно будет действительно смотреть стримы, у нас этой возможности не будет. Когда у нас будет необходимость посылать сообщения, у нас не будут работать мессенджеры. Когда мы захотим почитать наши любимые новости на наших любимых сайтах, у нас не будет к ним доступа. Вот чтобы этого всего не было, мы задумали ряд юридических действий, ну и попутно технических, связанных с мониторингом. Потому что для того, чтобы влиять на ситуацию, во-первых, ее нужно зафиксировать. Нам нужно понимать, что же на самом деле происходит. То есть у нас технические сбои, у нас выключение интернета, у нас блокировка сайтов или просто у кого-то кто-то забыл там продлить хостинг. Вот. Для того, чтобы разговаривать в том числе в судах, для того, чтобы разговаривать с международными организациями типа ООН, всяких спецдокладчиков ООН, комитета по правам человека и так далее, нам нужно им представлять какие-то факты. Так вот, таких фактов у нас часто нет. То есть у нас есть ощущение, что что-то происходит не так, но нам нужно зафиксировать эти факты. Вот то, с чем мы сейчас хотим работать, это как раз-таки фиксировать факты и дальше работать с этой ситуацией на юридическом уровне. То есть я, опять же, как юрист могу сказать, что можно делать. То есть здесь есть несколько способов, начиная от национальных, заканчивая международными. То есть на национальном уровне у нас всегда есть возможность куда-то пожаловаться. Ну, например, Минсвязи, где-то УАЦ, еще куда-то. Где-то эти жалобы будут более действенными, где-то менее действенными. Но, как минимум, мы должны использовать правовые механизмы для того, чтобы возвращать тех людей, которые нарушают закон, возвращать их в это правовое поле. Потому что законы в Беларуси вообще-то есть. И в том числе эти законы запрещают просто так выключать интернет. Да, у нас там не очень хорошее законодательство, связанное с блокировками сайтов. Но при этом все равно мы должны хотя бы понимать, какие сайты заблокированы. То есть сейчас, например, у нас этот список вообще не публикуется. То есть мы знаем, что в нем какое-то количество тысяч записей, но при этом мы знаем только отдельные сайты, которые заблокированы. Иногда мы не знаем даже причин, почему это сделано. Для того, чтобы возвращать вот этих ребят, которые нарушают наши права в правовое поле, нам нужно собирать факты. Плюс к этому мы можем ходить в суды. Иногда работа в судах, она, скажем так, то есть она не приносит какого-то решения, что там выходит судья и говорит, все, остановить блокировки сайтов или запретить выключение интернета. Иногда в судах мы получаем дополнительную информацию. Например, мы получаем информацию о том, кто отдал распоряжение, кто отдал приказ, кто подписался под этим решением. И это на самом деле очень важно, потому что вот эти люди далеко не всегда любят публичность, и они не любят... Ну, 10 раз подумают, если за ними следят, они 10 раз подумают перед тем, как подписать тот или иной документ, который будет, например, нарушать Конституцию. То есть мы сейчас даже не говорим про выборы и про вот эту ситуацию, которая сейчас складывается. На самом деле эта ситуация складывается уже давно, просто сейчас ее очень сложно игнорировать. И скорее то, как будет развиваться белорусский интернет, вот зависит в том числе от того, будем ли мы хоть как-то влиять на эту ситуацию, будем ли мы говорить, что мы как граждане против того, чтобы блокировались сайты, мы против того, чтобы выключался интернет, когда это кому-то нужно. Да, в том числе нам в этом могут помочь международные организации. То есть сейчас в отчетах по Беларуси, ну и вообще как-то в международной повестке очень мало поднимаются вопросы того, что происходит в белорусском интернете. Ни вот не выключение интернета, ни ДОС-атаки, ни блокировки сайтов, они в полном масштабе не поднимаются. Вот наша задача сделать так, чтобы на каждой встрече, в которой участвует Министерство иностранных дел, и которая посвящена правам человека, там у них спрашивали в том числе, ребята, что у вас там с интернетом? Зачем вы вот это заблокировали? Или почему вы тогда-то выключили интернет? И это вполне реальная ситуация, то есть они, как правило, на это реагируют. Тот мой опыт, который у меня есть в такой международной адвокации, связанной с оффлайновыми правами, я вам скажу, что им приходится очень серьезно реагировать, и в том числе они потом разговаривают с МВД, с КГБ, с другими организациями, которые там ответственны за то или иное действие, для того, чтобы не сильно палиться на вот этом международном уровне. В общем, наша задача не сидеть сложа руки и не смотреть, как у нас забирают наш интернет. Я не знаю, давайте вот как минимум простой пример того, что мы уже сделали и что мы собираемся делать дальше именно на юридическом уровне. То есть мы 19-го числа мы собрали, например, некоторые факты о том, что были перебои со связью. То есть сейчас мы планируем в том числе включать это в отчеты, в том числе международные отчеты. Мы опять же подключились к международной сети Keep It On, которая вообще борется с блокировками, борется с выключением интернета по всему миру. То есть это очень мощная международная комьюнити, которая имеет прямой доступ, в том числе к органам ООН и может помочь нам донести вот эти наши проблемы до самого верха. Нам главное зафиксировать эти факты. Нам зафиксировать и сделать так, чтобы нас не могли обвинить в том, что мы просто как-то поднимаем бурю в стакане, на самом деле не имея никаких доказательств. Вот примерно такая история. Ну, с точки зрения, там, с моей точки зрения, как юриста. То есть есть определенные правовые механизмы, которые мы планируем задействовать. Но нам нужны факты. Нам очень нужны эти факты. Спасибо. Спасибо, Леша. Если вдруг какие-то есть вопросы отдельные к Леше, то можете задать сейчас. Вот я вижу, что в чате пишет Максим. Интересует блокировка ВПН за пределы РБ. Есть ли какие-то способы заранее предотвратить это? Леша или Сергей, когда мы на это можем ответить сейчас? Давайте ответим на этот вопрос, чтобы не отвлекаться от основной темы. Леша, может быть, ты добавишь про ситуацию, которая 19 июня была, и, собственно, что это, наверное, подтолкнуло к более активным действиям? О да, с удовольствием. Ну, то есть 19 июня мы спокойно сидели на даче и работали. Потом у нас выключился интернет и мы начали судорожно искать вообще в чем же причина. То есть у нас есть достаточно большая волонтерская тусовка, у Human Constance есть такая тусовка, в которую мы закинули такую задачу, то есть попытаться померить параметры сети, попытаться понять вообще, что к чему. То есть какие-то данные мы получили, но на самом деле их недостаточно, чтобы сказать, что да, это было там точно намеренное отключение интернета. А иногда, ну, я думаю, Сергей это подробно расскажет, что иногда нам очень сложно отличить одно от другого, и нужно много данных для этого. И в том числе, да, в том числе 19 числа мы собрали какую-то часть данных, мы точно зафиксировали, что там с определенного времени не работала сеть оператора А1, ну, по крайней мере, работала с перебоями, в том смысле, что там данные передавались плохо, либо не передавались вообще. Точно так же в местах, как введение массовых акций, можно так, наверное, их назвать, не работали и другие операторы. И все это, конечно, и вот провайдеры, и мобильные операторы каким-то образом более активно реагировали на эту ситуацию и объясняли нам, как гражданам, что происходит. То есть, если это технический сбой, пожалуйста, объясните, что произошло. Если вам сказали это сделать, ну, собственно, вы тоже можете как-то моргнуть глазом, как-то вот намекнуть, что Беларусь, вы сами все понимаете. То есть, мы подготовили письмо, то есть, обращение к главе А1 Беларусь, в том числе, которое мы собираемся передать и через посольство, и через головную компанию, для того, чтобы мы получили, во-первых, ответы на наши вопросы, а во-вторых, есть определенные вещи, которые связаны с обязательствами бизнеса в сфере прав человека. Вот, например, то, что мы знаем точно, у А1, как у группы компаний, есть обязательства в рамках ООНовского соглашения, то есть, это UN Global Compact, соглашение о том, что, собственно, компании, которые подписывают его, должны максимально содействовать соблюдению прав человека и никак не участвовать в нарушении прав человека. в том числе, они, группа компаний, вот это вот, и, собственно, А1, Беларусь, которая входит в эту группу компаний, должны соблюдать вот эти обязательства. То есть, они не могут просто так отмалчиваться, когда есть серьезное подозрение, что они, собственно, участвуют в ограничении свободы информации в Беларуси. Вот, собственно, вот эти вот события, которые были 19 июня, и мы предполагаем, что эти события будут повторяться с учетом всей ситуации в Беларуси. Мы хотели бы иметь какие-то уже инструменты, чтобы эту ситуацию отслеживать и противостоять этому. То есть, в принципе, мы уже начали эту работу, но сейчас мы видим, что наших сил немного не хватает. Если ты закончил? Да. Наверное, я к своему вопросу. Может быть, вопросы сейчас к тому, что рассказал Алексей, есть какие-то прям что-то было непонятно, либо прям явные какие-то вопросы есть? Я вижу, что тут в чате Николай спрашивал, речь идет о перебоях у всех операторов. А, я вижу, что Сергей-то ответил да, да. И по локации. Да, да. То, о чем говорил Реша, о том, что, да, у 19 июня у А1 где-то с 4 часов до 40 очень большими перебоями работала наша сеть, с голосовыми проходили, при этом не работала передача данных. Мы не знаем, с чем это было связано. Был один комментарий в их блоге, насколько мне известно, о том, что из-за технического сбоя не было доступно передачи данных. Причем это происходило не только в Минске, но и за городом, ну, то есть фактически по всей республике. И то, что нам хотелось бы, это собирать более полноценную информацию о том, что происходит, и получать комментарии у операторов возможно через какие-то юридические запросы. То есть тут наша цель, я резюмирую то, что говорил Леша, это объединить техническую экспертизу и юридическую для того, чтобы юристы, которые не всегда технически подкованы, могли оперировать каким-то более четкими, конкретными техническими аргументами. А технари, помимо того, что они могут сделать какую-то систему мониторинга не просто нарисовали какие-то дашборды или видели какие-то проблемы, а пользуясь юридическим ресурсом, могли получать ответ на вопрос, что же на самом деле происходит с интернетом. То есть мы хотим синергии дарить некоторой. Давайте я расскажу про техническую сторону вопроса, что мы знаем на текущий момент и на что мы вообще можем опираться для того, чтобы вообще что-то анализировать. Вообще, если говорить про интернет, то есть большой плюс в том, что интернет такая очень прозрачная штука и принцип сетевого нейтралитета как раз предполагает, что все равны, то есть там все, грубо говоря, пользователи приблизительно равны. Да, понятное дело, что у кого-то канал больше, у кого-то канал меньше, кто-то ближе находится к каким-то локациям, кто-то дальше, но в принципе ты одинаковый интернет-пользователь, находясь ты в Гелоруссии, в Зельбабве, в Швейцарии либо в США. И собственно, куда мы пошли? Мы пошли к нашим коллегам, людям, которые занимаются мониторингом доступности интернета, и сначала начали гуглить, нашли несколько интересных проектов. Я о них чуть позже расскажу, а сейчас хочу немножко такую классификацию ввести, вообще о чем мы говорим, когда говорим про блокировки и про шатдауны. Если мы говорим про блокировки, то это такие очень таргетированные активности, когда блокируется преднамеренно доступ к определенному ресурсу, это может происходить либо по ресурсу этого ресурса, либо по группе адресов, это могут быть и доменные имена, и сети IP-адресов, либо современные технологии позволяют даже в рамках одного и того же ресурса блокировать доступ к какому-то видеоконтенту, либо к контенту с определенными плечевыми словами. У сотовых операторов уже несколько лет назад появились такие штуки, которые называются, только что вылетел из головы, Леша, тут ты мне подскажешь, Deep DPI, Deep Packet Inspection система, которая позволяет, ну, которая видит весь трафик, который между абонентом и сетью гуляет, и позволяет не только видеть, но и блокировать, на самом деле перифицировать по-разному этот трафик. Мы не пойдем сейчас технические детали, скорее скажем о том, что провайдеры, будь то сотовые, какие-то проводные, фиксированные, они видят достаточно много и имеют возможность заблокировать у любого количества абонентов доступ к любому количеству ресурсов. Что с точки зрения сетевого нейтралитета не является корректным, однако локальное законодательство, как Алексей уже говорил, позволяет действительно заблокировать ряд ресурсов, но у нас, как у граждан, нет информации о том, какие ресурсы заблокированы, и это, наверное, одна из первых причин, почему мы этим занимаемся. Мы хотим знать вообще, что происходит и почему происходит. Второе, о чем мы хотим сказать, это о так называемых шатдаунах, которые вы наблюдали, наверное, последние годы в основном в странах, где происходили какие-то массовые волнения, когда намеренно рубильником отключалась сеть принципиально либо во всей стране, либо в каком-то регионе. Чаще всего это происходит либо по руководству правительства от каких-то силовых структур, хотя происходить может быть по разным причинам. На самом деле не надо всегда искать чей-то злой умысел. На самом деле, если говорить о том, как устроены мобильные сети, большое количество абонентов, скопление людей в каком-то конкретном месте может привести к серьезной деградации сети и снизить скорость качества интернет-связи существенную, в особенности, если масса людей смотрит потоковое видео, либо в том числе вещает, все упирается на самом деле в физику, физику не обманешь, как бы эфир, он ограничен, есть такое понятие, как полоса пропускания, да, и сотовые сети рассчитаны на то, чтобы выдерживать какую-то определенную нагрузку. Понятное дело, что если где-то соберется толпа людей и начнут пользоваться интернетом, они в таком частном какие-то массовые мероприятия привозят так называемые расширители, возможно, вы на концертах либо еще где-то видели, как приезжают такие грузовики, из них выдвигается антенна и ставится дополнительная базовая станция для того, чтобы распределить нагрузку и дать абонентам возможно использовать сотовые связи. Но, к сожалению, когда проходят какие-то стихийные собрания, да, даже не преднамеренные, какие-то очень быстрые, это сделать невозможно, но в то же время как бы операторы могут на самом деле как-то обратить внимание на то, чтобы обеспечивать связью своих абонентов, пользователей, даже когда сеть перегружается. соответственно, мы говорим о том, что нам интересен мониторинг сейчас как блокировок, то есть того, что делается намеренно, так и шатдаунов, то, что делается достаточно массово. Мы подобрали два инструмента, я не говорю о том, что, три инструмента, я не говорю о том, что они идеальны, это то, с чего можно быстро стартовать, и в конце мы расскажем уже наши следующие шаги, что мы собираемся делать. Я хочу рассказать вкратце об этих инструментах, дать ссылки, возможно, кому-то из вас будет интересно покопаться, либо присоединиться к нам для того, чтобы помочь эти инструменты настроить и таким образом обеспечить мониторинг на базовом уровне. Есть такой ресурс, называется Uni, аббревиатура OONI, называется он Open Observatory Network Interference. Собственно, это проект, который был запущен, по-моему, в 2012 году, и в 2017 году он получил значительное распространение с появления MoonyProb. Проект создается командой, которая делает Tor Network, то есть Tor — это Deep Dark Web, да, и то, что связано с сетью недоступной, с вообще доступной, ну, скажем так, не пойдем сейчас технически, детали, это не так важно. Собственно, что делает Uni? Uni — это некоммерческий проект, который позволяет любому интернет-пользователю установить либо на свой телефон, либо на десктоп, либо на любой операционную систему приложения, и с некоторой периодичностью его запускать. Собственно, что они делают? Есть вот этот проб, который стоит у вас на телефоне, он обращается к ряду веб-адресов, там всемирный список есть, есть локально белорусский, если вы, например, из Беларуси запускаете, и вот этот проб, он простукивает список сайтов, отдает информацию о том, какие сайты он обстучал на сервер, и сервер, который находится в априори неблокируемом пространстве, тоже обстукивает эти сайты и сравнивает отданные результаты, и потом по ряду алгоритмов у нее говорит, что вероятнее всего, вот этот ресурс из вашей сети недоступен, потому что мы нашли вот такие расхождения, обратите внимание, проанализируйте. Из Беларуси таких запусков происходит несколько тысяч, чтобы сейчас не обмануть, скажу, в день или в неделю. Можно посмотреть, на самом деле доступ к этой статистике есть, если глубже покопаться, есть Unixplorer, можно прямо через веб посмотреть, есть доступ через API, есть доступ к Postgres-серверу, да, вот Денис в чат прислал ссылку на Explorer, который доступен, можно посмотреть статистику по Беларуси, то есть это то, с помощью чего можно изучать блокировки. Там можно найти ряд заблокированных ресурсов очень разного характера, которые заблокированы из Беларуси по разным причинам, то есть политические, различные, связанные с LGBTQ, темой, казиношные, различные, ну, я думаю, что эта информация доступна для вас, вполне можете сами сделать какие-то выводы, то есть у нас есть план использовать этот инструмент для того, чтобы добавить в него интересующие нас ресурсы, мы предполагаем, что это будут новостные ресурсы, это будут ресурсы, связанные с коммуникацией, то есть это все социальные сети, мессенджеры, возможно, какие-то массовые мессенджеры, типа Дискорда, в которых люди могут общаться, плюс различные стриминговые сервисы, типа Ютуба, Вимео и всего остального, что может быть использовано для того, чтобы транслировать информацию откуда ни было. Собственно, тут нам нужны активисты, которые будут, которые установят это приложение к себе и будут с некоторой периодичностью его запускать. У нас сейчас есть чат, созданный в Телеграме, куда вы можете присоединиться, и мы туда в ближайшее время будем закидывать инструкции и каким-то образом будем координироваться. Леша, Яна, может быть, пришлете сейчас ссылку в чатик, чтобы было видно. Да, я смотрела. Либо вы можете найти новость на сайте HumanConstant.by, там есть новость про блокировку 19 июня и открыть чатик оттуда. В конце новости есть ссылка. Второй ресурс, который мы собираемся использовать, это Ripe Atlas. Он был создан тоже, по-моему, больше 7 лет назад. Сейчас открою документик со шпаргалкой. Что это такое? Ripe — это вообще большая международная организация, которая занимается координацией API-сетей во всем мире. То есть они для мониторинга это гораздо более сложный и огромный проект, чем Уни. Он содержится, поддерживается на спонсорские деньги и результаты этого проекта тоже вообще доступны. Можно зайти на поискать либо вот так вот Ripe Atlas он называется, либо зайти на RipeNet открыть там, по-моему, даже Atlas RipeNet называется. Что это такое? Это тоже система мониторинга, построенная следующим образом. То есть есть так называемые пробы, то есть это девайсы, которые любой желающий может заказать на сайте Атласа, заполнив небольшой анкет. Это просто сетевой девайс, который вы подключаете в свой маршрутизатор одним кабелем, вторым включаете в розетку и он становится отдельно живущим таким устройством и с центрального сервера собственно этого Атласа на него приходят запросы и мониторится доступ к любому другому устройству в сети интернет. Есть еще такая штука, которая называется якори, это более сложные штуки, это такие большие девайсы, которые ставят себе интернет-провайдеры, но я посмотрел сейчас на данный момент я насчитал порядка 30-40 таких пробов в Беларуси, причем подавляющее большинство из них установлено в сети до целикома. К сожалению, я не нашел ни одного работающего в сети А1, а если бы они были, мы бы могли увидеть более системно, что происходило 19-го числа. Наша цель получить доступ к данным, которые есть у Атласа и распространить, добиться того, чтобы провайдеры, которые обслуживают хотя бы 90-95% пользователей в Беларуси установили себе такие устройства для того, чтобы мы настроили мониторинг. К сожалению, вот так прям с улицы зарегистрироваться и заказать мониторинг какого-то конкретного сервиса нельзя, но это можно сделать, получив кредиты. Это внутренняя такая валюта Райп Атласа. Я у знакомого, который работает в интернет-провайдере, уже попросил такие кредиты. У меня какая-то часть есть, поэтому если кому-то интересно заняться, я могу пошарить свой аккаунт, вы можете прямо сейчас начать играться, смотреть, что там есть. То есть второй инструмент, он позволит мониторить как раз такое то, что происходит с шаддаунами, то есть можно вот с этих настроить мониторинг доступности различных частей интернета, то есть какие-то априори доступные сервисы в Европе, в США, либо еще где-то. То есть тут цель не искать блокировки узкие, а искать массовые такие отключения, то есть когда, например, если мы увидим, что у 20 пробов, стоящих в рамках одного оператора, одновременно они перестали достукиваться до каких-то сервисов интернета, это говорит о том, что скорее всего весь оператор лежит. Если это произошло на одном-двух пробах, то возможно какая-то часть сети. Ну то есть тут статистические методы работают, и по теории вероятности можно определять падение. Собственно, информация на атласе тоже доступна и через API, можно получать доступ к сырым данным, и все данные, ну и особенность атласа в том, что все запросы, которые вы, все такие измерения, которые вы создаете, они попадают в общий пул и общий доступ. Третий инструмент, который мы тоже можем начинать использовать прямо сейчас, и уже на самом деле используем, так называемые инструменты нет-мониторинга, то есть это приложение, которое ставится на телефон, к сожалению, пока такие приложения работают только на андроиде, iOS не дает через операционную систему доступ к каким-то показателям того, как работает сеть. Тоже я сейчас пришлю в чатик, над-монитор, есть масса инструментов, Google Play, которые можно себя поставить, и находясь где угодно, видеть несколько показателей ключевых, которые показывают качество работы сети. Тут есть два варианта использования, то есть вы включаете такой монитор, например, если что-то начал, если начал барахлить ваш интернет, и можно невооруженным глазом определить, то есть проблема где-то на уровне интернета, то есть то, что не открывается какой-то интересующий вас сайт, либо это проблема с сетью, то есть, либо проблема, например, с глушилкой, то есть мы предполагаем, что возможно глушение на уровне каких-то локальных сетей, то есть, например, когда спецслужба пригоняет свой небольшой автомобиль, в котором стоит глушилка, которая в нужном диапазоне просто создает большое количество помех, что делает невозможным связь в радиусе 100, 200, возможно, 500 метров. То есть по состоянию этого нот-монитора можно определить, что на самом деле происходит. То есть нам нужны люди, которые установят себе вот такие приложения и будут запускать их, смотреть, что происходит, отправлять логи по результатам либо к нам в чат, либо в зависимости от того, какой инструмент мы будем использовать. Есть на самом деле сервера, которые принимают логи с таких нот-мониторов и, опять же, делают общедоступно. Впоследствии можно проанализировать, сравнить, например, что происходило в разных частях городов, в разных частях страны, было ли падение уровня сигнала, качества сигнала в пенталокальном либо глобальном. Опять же, я говорю на достаточно дельтантском таком уровне, то есть мой опыт и некоторое техническое образование позволяет это делать, однако мы в том числе ищем людей, которые могли бы нам выйти на более профессиональный уровень и чуть позже об этом расскажем. Наверное, то, что я хотел рассказать про те инструменты, которые мы сейчас выбрали. Следующим, наверное, лучше рассказать, как мы видим в себе организованную такую работу. Да, Леш, тут, наверное, ты подключайся, Яна, вам слово. Я подключусь, когда мы будем говорить про какие-то технические компетенции, об аналитиках либо еще о ком. Или, может быть, сейчас дадим возможность пару минут задать вопросы, если какие-то есть. Да, я думаю, давай, может быть, чтобы как-то размялись наши участники и участницы. Может быть, есть какие-то вопросы или там высказывания отношения к тому, что было. Потому что в чате уже идет какая-то дискуссия небольшая, но можно ее немного в голосовой формат перевести. Я так понимаю, что в чате в основном интересуется, можно ли с кого-то взыскать убытки, если пострадал бизнес. Ну, вот это одна из вещей, о которой мы говорим, почему нельзя использовать массовые блокировки, точнее, шатдауны, потому что пострадают не только люди, вот обычные мы с вами, не то что мы не сможем посмотреть видео в ютубчике, но могут пострадать бизнесы, и более того, могут пострадать какие-то инфраструктуры, если они используют такой интернет, это больницы, детские сады, школы и так далее. Именно поэтому действует инициатива в том числе, чтобы говорить о том, что нельзя нельзя шатдаунить интернет. Вот. Тут еще был вопрос, работал ли Wi-Fi от Белтелекома, насколько я знаю, домашние интернеты вообще работали, то есть нам писали, что даже домашний А1 интернет, он спокойно работал там у некоторых, насколько мне известно. Да, и это, кстати, распространенная вещь, ну, то есть это не только в Беларуси работает, ну, то есть, как правило, почему-то шатдаун делают на мобильных сетях, то есть, как правило, стационарную сеть не выключают, ну, разве что там какие-то совсем исключения, вот в некоторых странах, например, в день экзаменов школьных выключают вообще весь интернет по всей стране, даже, кажется, в Узбекистане такая практика существует, вот, но в целом обычно стационарные сети почему-то не выключают. Проблема с высканием о бутках, как их оценить, но тут я точно не скажу, не знаю, Леша, ты про это что-то знаешь, я думаю, это не совсем наша тема. Слушайте, это может быть и наша тема, ну, как юристов, потому что юристы постоянно сталкиваются с необходимостью оценить убытки и записать хоть что-то в исковом заявлении. Я бы так сказал, что это скорее там следующие шаги после того, как мы зафиксируем практику этих блокировок, шатдаунов и сможем доказывать каждый факт, основываясь на технических данных, вот тогда уже можно будет нести это в суд и рассчитывать убытки. В принципе, можно, есть методики, в том числе на международном уровне, я там сбрасывал ссылочку на попытку померить глобально, сколько приносят убытков экономики, мировой экономики, шатдауны. Вот, но в целом есть методики замеров страновых. И в принципе, как вариант, можно еще как бы подключить к этому нашему проекту еще этот компонент по расчету убытков, потому что, мне кажется, да, кроме наших прав и свобод, здесь страдает еще экономика, и это очень хороший и очень важный аргумент в разговоре, почему так делать нельзя. Если есть еще какие-то вопросы и вы хотите, может быть, даже их задать голосом, пожалуйста, включайтесь или пишите в чатик, или поднимайте руки. Если нет, то пойдем дальше. Я бы хотел тут дополнить о том, что наша цель на самом деле есть слона по частям, то есть бросаться сейчас в какие-то суды на тему убытков недостаточно эффективно, то есть нам бы начать с того, чтобы настроить систему и увидеть, что происходит. Да, на самом деле никаких сложностей в этом нет, информации уже достаточно для того, чтобы прямо сейчас начать мониторинг и на ежедневной основе видеть вообще, что происходит с Войнатом, практически со всеми операторами, даже основываясь на данных Атласа и Уни. И мы чуть позже скажем, да, Николай, ты хотел что-то сказать, можешь написать или поговорить? Я думаю, можно включиться. Словно. Добрый день. Часть людей хорошо знаю. Значит, Николай Кацук, анализ данных, визуализация данных, тем более, что у меня опыт работы в телекоме достаточно такой глубокий. Я просто скажу сразу, что доказать вот эту самую штуку, да, будет достаточно сложно, и поэтому нужно готовиться, потому что это могут быть кривые руки абонента, плохой телефон, перегрузка сети, какие-то баги, разлили там кофе на сервер там у оператора, и тут еще вопрос такой, который, я думаю, Алексей поймет, вопрос именно с персональными данными, потому что нужна четкая геолокация, должны быть четко зафиксированы вот эти самые штуки. Первый комментарий, а второй комментарий, можно попробовать, не знаю, на дурака постучаться в ОПЛ, да, то есть у них точно вся информация есть, они собирают, и кроме того, ОПЛ это не один, единственный такой вот коммерческий оценщик качества связи, но операторы обращаются к ним для того, чтобы он умирится, кто из них круче. Вот, собственно, спасибо. Спасибо, Николай. Коля, спасибо. Леш, тут к тебе вопрос от Анны Ком есть в чате, про то, как можно наказывать провайдеров, фугасорганы. Слушайте, да, в принципе, в принципе, это как бы понятный вопрос, если говорить там про ООН, это всегда не быстро, это всегда такой негарантированный результат, но в общем это, наверное, один из немногих инструментов, как можно надавить на наше государство. И иногда это вполне себе срабатывает, ну, как минимум какие-то практики, ну, не знаю, вот приняли, например, конвенцию о правах людей с инвалидностью, ну, то есть их заставляли эту конвенцию принимать больше 10 лет. Вот, но тем не менее прогресс идет. То есть если их не толкать, то ничего и не происходит. И они в принципе не очень, я имею в виду там государственные органы, они не очень любят сидеть на этих заседаниях и отчитываться о том, что вот почему так, а почему не так. Им приходится выдумывать какие-то объяснения тому, им приходится в том числе действовать не так топорно, как это было бы проще делать. Вот, поэтому в целом я бы сказал, что есть эффективность работы с ООН, но работа с отдельными операторами мне кажется еще более эффективна, особенно если у них есть зарубежный капитал. В Европейском Союзе, ну и в целом как-то в цивилизованном мире есть очень серьезная серьезная ответственность бизнеса в сфере прав человека. В том числе их абоненты им об этом постоянно напоминают. вот как я уже сказал, у А1 как части группы компаний А1 есть обязательства по вот этому UN Global Compact и в принципе если будут хоть какие-то свидетельства того, что они замешаны в нарушении прав человека в Беларуси, то есть они способствовали этому сознательно, то я думаю головы полетят. Ну то есть опять же, если эти факты будут доказаны. я, конечно, надеюсь, что это все было случайностью, я надеюсь, что это все были технические сбои, но в любом случае у нас есть инструменты давления, в том числе на коммерческие компании, через головные компании, через какое-то международное, через международные сети, в которых у нас есть очень хорошие связи сейчас. Вот, поэтому, да, я бы так сказал, что перспективы хорошие, но опять же, для того, чтобы задействовать это все, нам нужны очень четкие факты. Я здесь тоже хочу добавить, потому что помимо того, что можно воздействовать непосредственно операторов, чтобы они вели себя корректно, корректно, опять же, у каждого корректность своя, я думаю, что если мы получим действительно какую-то достаточно достоверную информацию о том, кто в чем грешен, то из этого же складывается имидж, если мы поймем, что какой-то оператор более склонен к неким шатдаунам либо блокировкам и замечен в этом, то люди просто поймут, чем можно пользоваться, и к счастью есть коммерческий рынок, есть три доступных мобильных оператора, есть масса альтернатив к тому же целикому государственному и вполне можно переключаться на других провайдеров, если вы хотите, чтобы вас не блокировали и чтобы вам был доступен все сервисы. Коллеги, может быть, это... Да, Андрей. Коллеги, да, это Андрей Сушко, я тоже из Кима Константы, всем здравствуйте. У меня маленький только аргумент, почему такой дополнительный аргумент, почему такой мониторинг важен и какая будет эффективность его. Вопрос в том, даже не в том, чтобы потом можно было подать в суд или взыскать издержки, что достаточно может быть сложно, сходя из белорусской системы судебной и в целом. Но сам факт того, что операторы будут знать и, не знаю, спецслужбы будут знать, что ведется мониторинг, они будут совершенно по-другому относиться к потенциальным неправомерным действиям, да, и уже, не знаю, влазя, попытались влезть в голову менеджера и операторов, мы им дадим тоже, я думаю, вряд ли они с радостью делают какие-то неправомерные действия, например, если к ним обращаются теории отключить интернет, вряд ли они делают это с радостью. У них будет на будущее дополнительный аргумент, очень серьезный аргумент, что все это фиксируется, есть люди, которые за этим смотрят, и мы тоже им сможем дать возможность не нарушать закон. Ну, вот так вот, я пытался максимально корректно сказать, надеюсь, все поняли. Да, Андрей, я хочу добавить, почему это не просто гласловное заявление Андрея Сушко, да, Андрей, расскажи в двух словах там про свой опыт, том, что госсайты вот это вот все, насколько восприимчиво к такой публикации. Нет, ну, слушайте, я просто, я занимаюсь вопросами доступа к информации немножко, занимаюсь контактами с государственными органами, и, ну, исходя из моего опыта, мне кажется, что вот такая логика, она тоже очень-очень важна. Это я к тому, что, в общем-то, давайте признаемся, что мы сейчас в Беларуси, не знаю, в правовом поле или даже в каком-то другом, в уличном поле можно сделать очень мало и повлиять на ситуацию, то есть не всегда есть инструменты, но мне кажется, вот эта инициатива, она на самом деле может иметь какой-то эффект, и она на самом деле важна вот по по ряду основанию. Спасибо, Андрей. Еще какие-то вопросы? Ты сможешь тогда рассказать, или ты хотел что-то другое, Сереж? Нет, я думаю, что можно перейти к последней части. Есть тема, которую мы хотели обсудить с тем, кто нам нужен сейчас, да, как мы видим дальнейшие действия. в первую очередь мы ищем волонтеров, и я думаю, что, ну, то есть эта работа, как это, нам ее в деньгах никто не оплатит, кроме, но я считаю, что ценность, которую мы все создаем здесь, она гораздо больше, чем можно получить за деньги, и волонтерская деятельность, она в целом, ну, так, очень сильно, ну, по крайней мере, я про себя говорю, меня лично она очень мотивирует в том, что можно помочь не только себе, да, но участвовать, там, создавать что-то большее, чем я сам, то, что там для меня, для моей семьи, то есть возможность для всех белорусов что-то сделать, очень важно. Собственно, кто нам нужен, как мы видим в себе дальнейшую деятельность? У нас есть ряд ресурсов, тот же, Уни, тот же Райп Атлас, и то, что мы ищем, это возможность собирать вот эти вот данные, которые Райп и Уни собирает со своих пользователей, либо с пробов, и анализировать их. То есть, эта информация, она вся доступна, при должной технической компетенции ее все можно обрабатывать. У нас есть возможность в том числе получить информацию из напишек, и, Леша, мы с тобой обсуждали, что есть возможность взять лицензии, там, Tableau лицензии, возможно, если в будущем, если нам понадобится, мы возьмем на Амазоне. Насколько я неизвестно, для НГО, для некоммерческих Амазон в своих облаках выделяет, по-моему, 2000 долларов в год на облачные сервисы, которые можно потратить. Сейчас извините, пожалуйста, мне нужно где-то поспокоиться. Да-да-да, я тогда подхвачу, то есть, действительно, например, мы как некоммерческая организация, то есть, у нас есть возможность получать, в том числе, от крупных корпораций какие-то плюшки, типа, бесплатных, бесплатных сервисов, ну, например, там, бесплатного облака для обработки данных, либо какие-то, какие-то продукты профессионального уровня, которые нам дают за какие-то достаточно небольшие деньги. Вот, ну и плюс, да, то есть, это такие инфраструктурные моменты. Сергей, ты готов продолжить? Да, готов. Дальше что? Собственно, что у нас еще есть? Ребенок будет со мной, будет мне помогать. Кто нам нужен? Мы предполагаем, что на данном этапе нам будет достаточно одного-двух технических специалистов, которые помогут вот эти данные начать собирать и агрегировать, то есть, они есть, эти данные есть в Postgres сервере, ну, то есть, практически любой человек с навыками разработки плюс небольшими SQL-навыками может написать скрипты, делать так, чтобы мы на ежедневной основе видели отчеты, могли в них смотреть и получать информацию. Дальше, что нам нужен, я думаю, что нам поможет человек с навыками визуализации данных, то есть, Коля тут написал, что Tableau — это хорошо, на самом деле, не так важно, будет этот таблошник, специалист по клик, либо тот человек, который умеет анализировать данные в Аре, не так важно, на данном этапе нам просто нужен специалист, который сможет на базе этих целей данных построить интересующие нас отчеты, и мы поможем поставить задачу, но очень здорово будет, если у человека будет опыт не только в анализе данных в какой-то там области, медицине, либо еще чем-то, но и некоторое понимание телекома. Поэтому, когда Коля Кацук пришел, я очень обрадовался, потому что он действительно интересуется анализом данных, и вся его карьера была в телекоме, насколько мне известно. То есть, понимать, как работают IP-сети, тоже важно для того, чтобы понимать, что же мы анализируем и какие выводы можно сделать. Плюс, кроме нас, у нас есть связь, в том числе с украинскими, украинскими коллегами, которые пару месяцев назад начали свой проект по мониторингу доступности ресурсов из украинских сетей. У них гораздо больше страна, гораздо больше провайдеров, и они прям собирали целую команду волонтерскую, которые ездили в течение месяца, подключались из различных кафе к сетям Wi-Fi разных провайдеров, смотрели, что заблокировано из их сетей, а что нет. Это то, что касается разработчика-аналитика. Наверное, Леша, с тобой надо... Я себе вижу, что нам нужен координатор, да, потому что который сможет быть на связи и помогать заниматься связью между командой волонтеров, отвечать на какие-то оперативные вопросы. То есть, тут не нужна глубокая техническая компетенция, скорее, должен быть общий интерес к теме. Мы научим, поможем, ну и, опять же, такая практика работы менеджером тоже может пригодиться. В том числе, это может быть человек практически без опыта, да, но нам важно, чтобы, в первую очередь, это был ответственный человек, потому что не хотелось бы, чтобы мы потратили неделю или две на обучение человека, и потом он, либо она, сказал, нет, мне неинтересно. То есть, если вам интересно получить опыт такой вот организационной работы, это то, где можно сейчас приложить усилия, ну и в целом познакомиться с интересными людьми, поучаствовать в такой активной деятельности. Наверное, все, Леш, может быть, ты что-то добавишь? Да-да-да, ну то есть, мы со своей стороны полностью готовы эту всю работу поддерживать, то есть, ну как организация, ну и в том числе использовать эти результаты, потом, у нас сильная команда юристов, и, в принципе, мы как-то, мы качественно распространяем эту информацию, знаем, куда ее нужно заслать, то есть, ее нужно, главное, что ее нужно собрать, и вот здесь действительно нам нужна помощь, в том числе, вот с координацией этого процесса, и то, с чего мы начинали, в большей степени human constant, это юристы, и, не знаю, может так вообще людей называть, гуманитарии, то есть, у нас мало технических компетенций, но мы, но мы при этом любим работать с людьми, вот, поэтому мы будем, в принципе, рады любым, любым предложением о помощи, и в том числе, я думаю, что нам, опять же, если у вас нет каких-то технических компетенций, ну, вы, например, маркетолог, или вы понимаете, как продвигать эту информацию, то это тоже полезно, потому что, ладно, мы будем информировать ООН про то, что у нас происходит, но вообще, а белорусское общество знает, что у нас с интернетом происходит, мне кажется, вот в первую очередь, мы как граждане должны знать об этом, а сейчас для того, чтобы всех проинформировать, нужно приложить усилия определенные. Да, поэтому, в принципе, вот то, о чем говорил Сергей, то есть вот эти вот три компонента, там, начиная от координатора, потом аналитики и волонтеры, это, скажем, такой базов, базовая основа для этого мониторинга, то есть это то, что позволит нам начать и, ну, качественно начать и собрать эту информацию. Дальше мы будем подключать и юристов к этому, дальше мы можем подключать и специалистов других профилей, ну, и это может обрастать, ну, какими-то другими активностями, мы будем этому только рады. То есть в этом смысле, даже если сейчас не прозвучало что-то, что у вас, что относится к вам, как к вашей профессиональной компетенции, но у вас появились какие-то идеи о том, что, ой, а почему бы, ребят, мне сделать вот еще вот это, вот это, мы рады любым предложениям и мы готовы, готовы максимально включать людей в эту работу. Да, собственно, я думаю, что все, что мы хотели сказать, мы на данном этапе сказали, мы готовы ответить на какие-то вопросы, если они у вас будут, пишите в чатик либо включайтесь голосом, если хотите поговорить чуть больше. И по возможностям, которые озвучили Алексей и Сергеем, вы, опять же, можете написать в чат цифровых наблюдателей либо нам на почту InfoHumanConstanta.by, InfoSobac HumanConstanta.by, либо связаться с кем-то из нас лично, в общем, мы открыты для любых действий, любых предложений, любых активностей, вот, да, Сергей вот сейчас скинул еще раз линк на чат цифровых наблюдателей. Так что, да, если есть вопросы, самое время высказаться, если нет, то мы как раз уложились в час, ну, чуть-чуть, две минутки вышли, вот, и, кажется, все рассказали. Да, Леша, свой телефон остался. Что говоришь, Леша? Да, говорю, похоже на то. А, все обсудили. Кажется, все обсудили. Ну, в принципе, да, в принципе, надеюсь, вам было интересно и, надеюсь, вы что-то для себя увидели в этом полезное и, может быть, кто-то из вас загорелся или загорелась идеей с этим поработать. Опять же, несколько точек входа. То есть, первое, это, конечно, подключиться к чату и смотреть, что там происходит. Иногда, ну, то есть, мы там будем публиковать инструкции. Скорее всего, это не потребует серьезного вовлечения, ну, то есть, скачать приложение и, как это, раз в какое-то время нажать на кнопку, чтобы запустить это приложение. Следующий уровень погружения, это, собственно, присоединиться к команде как аналитик либо как координатор либо в каком-то другом качестве. Вот. И, собственно, мы будем рады там любому, любому вашему участию. И с нами, опять же, да, можно связаться либо там в любые контакты, да, то есть, Facebook, Telegram, что-то еще, то есть, Яны, Сергея, то есть, в общем, стучитесь, высказывайте свои идеи, мы будем рады. об этом тоже можно писать в чатике, в чатике цифровых наблюдателей. В общем, я надеюсь, что у нас все получится и что вот это вот, скажем, всплеск гражданской активности и волонтерства, которое мы сейчас наблюдаем, он в том числе поможет сделать наш интернет лучше и, в общем, как-то наше будущее более светлым, что ли. Ох, пафоса немного добавил, да. Я хочу, да, Юлия спросила прислать ссылки, я думаю, что мы на почту отправим всем ссылку и на видеозапись, и на все, что мы шарили здесь, и какую-то выжимку сделаем, call to action, чтобы было понятно, куда дальше двигаться. Я тоже хочу поблагодарить за то, что присутствовали, нашли время в рабочие, в рабочие часы и послушать нас. Опять же, да, можете писать мне лично, либо как-то более официальный канал, если возникнут какие-то вопросы. Будем рады видеть вас в наших кругах, рядах, круглых. Сверах. Спасибо большое Сергею и Алексею за то, что поделились всем тем, что мы успели наработать за это время, за 19 июня. Дальше продолжим в любом случае, конечно, ну и будем рады, да, если вы к нам присоединились в любом качестве волонтера, координатора, друга, человека, который будет нажимать кнопочки, будем в любом случае рады, пишите к нам и приходите к нам еще. На этом, я думаю, мы будем прощаться. Вот. И, как сказал Сергей, всем все пришлем еще на почту, с которой вы регистрировались. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Все, всем пока. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok